МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Сезон высшей лиги КВН-2007 продолжает свой полуфинальный маневр. Сегодня мы играем второй и последний полуфинал сезона. Напомню, что вот этот самый полуфинальный маневр временно поселил нас в столице Премьер-лиги, в Большом концертном зале Академический. И, кстати говоря, для всех, без исключения полуфиналистов, эта сцена до боли родная, потому что каждая из команд полуфиналистов одержала здесь свои серьезные телевизионно-КВН-овские победы и оказалась из молодежной Премьер-лиги в нашей высшей лиге. А вот шесть команд и добились права биться в полуфиналах. Ну что ж, молодежный сезон КВН-2007, второй полуфинал. Продолжаем играть классику. И вновь на сцену рвется классическая тройка команд. Не будем их сдерживать и встретим, как положено. Второй полуфинал играют. Команда КВН Московского энергетического института «Обычные люди». Команда КВН Томского государственного университета «Максимум». И команда КВН, представляющая Республику Северной Осетии «Алания», «Пирамида», «Город Владикавказ». Классические таблички с оценками на столиках нашего уважаемого жюри. А виртуозное владение ими будут сегодня демонстрировать классики. Итак, с удовольствием представляю. Андрей Макаревич. Алексей Ягудин. Леонид Ермольник. Михаил Ефремов. Юлий Бусман. Председатель жюри Константин Арнст. Приятно заметить, я полагаю, болельщики и сами это уже отметили, состав в жюри первого полуфинала идентичен составу жюри второго полуфинала. То есть товарищи в курсе того, что было на первом полуфинале. И это приятно. Ну что, будем ли мы играть классику или мы будем играть авангард, все равно пожелание остается неизменным. Извините, лучше никто пока ничего не придумал. Ни пуха, ни пера. В черту! Итак, второй полуфинал, как говорится, классика, том второй. Классическое начало нашей игры приветствие. Так что в схеме игры никаких сюрпризов. Сюрпризы, я надеюсь, будут исключительно в выступлении самих команд. Приветствия. Первую главу сего опуса представляет команда КВН «Максимум» город Томск. Добрый вечер! Добрый вечер, академический! Добрый вечер, жюри! Добрый вечер, ведущий! Добрый вечер! Добрый вечер! Знаете, наша жизнь, она просто полный добрый вечер. Я сейчас все объясню. Вот, например, вот ты летишь ночью по Москве, 140, радуешься, и тот раз – добрый вечер. Добрый вечер! Или, например, выехал на работу утром, да, думаешь, как лучше поехать, по третьему или по садовому? Давай лучше по садовому. И добрый вечер. И добрый ночи, и доброе утро, и добрый день, и добрый вечер. Добрый вечер! Или, например, приехал ты в Москву в составе сборной Англии, думаешь, щас всех порву. И гудивнинг! Добрый вечер! Или, например, Юлий Александрович встал после игры и говорит, ребята, добрый вечер. И доброй ночи, и доброе утро, и добрый день, и добрый вечер. Добрый вечер! Итак, сегодня в полуфинале играют Москва, Владикавказ, и, наконец, Добрый вечер! Случай в салоне сотовой связи. Добрый вечер! Добрый вечер! Я бы хотел купить у вас телефон. Новый Nokia 6700i. 15 тысяч. О, не-не-не, дорого. А есть БУ? 7. Не-не, дорого. 5. Не-не, не. За полторы. Случай в магазине. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, маслица, хлебушка и вот эфир. Это чё, ты, что ли? Ну да, я. Это он. Ну-ка, подержи-ка. Звезды дома 2 переехали в город. Идём дальше. Случай в семье. Так, сынок, иди сюда. Сынок, кем ты хочешь стать? Садовником. А ещё кем? Чистящиком бассейна. А ещё кем? Сантехником. Мать, похоже, он нашёл кассету. А в это время в Государственной Думе. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня важный день. Нам предстоит принять проект бюджета 2008 года. Что? Заседайте, заседатели! Народные денежки разбазаривайте! А я вот сейчас сниму ремешок. Я вот сейчас сниму ремешок, и кому-то как дам вот так? Как дам вот так? Кандидат в депутаты по третьему округу Фёдор Степанович Железняков Борется с коррупцией и переживает за будущее страны. Идём дальше. Случай в университете. Ну что ж, молодой человек, вы не сдали. Может быть, договоримся? Ну, а как мы с вами договоримся? Ну, как-нибудь договоримся. Ну, я не знаю, как мы договоримся. Просто я знаю, как мы с вами можем договориться. Рано. Договаривайтесь, договаривайтесь. Брось меня! Не брошу! Брось! Не брошу! Я своих не бросаю! Кандидат в депутаты по третьему округу Фёдор Степанович Железняков услышит зов о помощи каждого избирателя. А недавно мы все с вами были свидетелями великой победы нашей сборной над сборной Англией. Но кто же мог знать, что так получится? Итак, представьте, 20 минут до начала игры сборная России. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня важная игра, может быть, самая важная в вашей жизни. Я предлагаю выйти и выиграть! Да! Как будто это так просто «да!» и выиграл. Мы уже 10 лет ничего не выигрываем. Послушайте, надо просто выйти и забить. А давайте я забью! А давайте я забью! А что ж ты раньше не забивал, а, на прошлой игре? Тебе же все кричали «бей!» Тебе весь стадион скандировал «бей!» Да что там стадион, тебе даже вон! Уважаемый Алдонин, пейте, пейте! Я же не виноват, не виноват! А кто виноват? Кто виноват? Ну понятно же, что во всем виноват Березовский! Я Березутский! Ты, Березовский, тебя на поле хрен найдешь! Слушай, получается, проблема есть, а виноват их нет? Получается, да! Стоп, 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 стоп! Ну так не может быть! Но у нас в России всегда должен быть кто-то виноват! В смысле? В смысле! Я сейчас объясню! Вот, например, у тебя сын остался на второй год в школе, кто виноват? Сам виноват! Нет, географичка виновата! Или вот ты изменил жене, кто виноват? Сам виноват! Нет, водка виновата! Или вот ты на машине врезался в Березу, кто виноват? Я виноват! Нет, природа виновата! Она сажала Березу тут везде! Или ты купил Ладу Калину, кто виноват? Завод! Нет, сам виноват! Придурок купил Ладу Калину! Или мы проиграли Курску в четвертый финале, кто виноват? Сам виноват! Нет, жюри, ведущий, но только не мы! У нас в России всегда так! У нас всегда должен быть крайний! Очень интересно! А давайте я забью! Я выйду после перерыва и забью два мяча! А вы кто? Кандидат в депутаты по третьему округу Фёдор Степанович Железняков Придаст уверенности в завтрашнем дне! Вы знаете, перед этой игрой, чтобы наверняка пройти в финал, наша команда разделилась на две. На Единый Томск и Справедливый Максимум. И нам кажется, что будет справедливо, если финал пройдет Единый Максимум! Это то, что любим, то, чего мы ждем, нам со злою по пути. КВН начнется вместе с новым днем, все лучшее впереди. Сегодня определится второй финалист сезона. И я, кстати, не исключаю, что компанию команде Прима из Курска и победителю сегодняшней игры составит третья команда. Вовсе не исключаю, но пока так как-то... Но и не декларирую. Сначала сыграем, а там посмотрим. А пока, пока смотрим приветствия команды КВН «Пирамида», город Владикавка. Позвольте напомнить вам, господа, в прошлом году мы проиграли полуфинал, поэтому пришли взять реванш. Но Томск и Мэи, они же в прошлом году не были. Но они же были. Мы учли все ошибки. Поэтому... Здравствуйте, Александр Васильевич. Итак, команда «Пирамида» представляет. Бой с теми 2. А что это за парни, о которых люди спорят и которые в полуфинал второй сезон проходят? Владикавказ молод, в грузах у них голод. А это для финала очень-очень весный голод. Наводим страху, надевая бурку и по маху бьем с мах. Как маху? И не дадим маху. Справа москвичи, слева за мячи. Кто за пирамиду? Не молчи! Как известно, Кавказ славится своими долгожителями. Итак, представьте себе. Обычная кавказская семья, проводы сына в армию. В общем, я в армию ухожу. Пока, отец. Пока, дед. Пока, прадед. Пока, прапрадед. Пока, прапрапрадед, прапрапрадеда. Давай, брат! Уважаемые москвичи и любвеобильные гости столицы, никогда не назначайте свидание в метро. Катя! Азаматик! Я люблю тебя! Я тоже тебя люблю! Все прожди! Спасибо, родной! Увидимся на Савельске! Окунемся в историю. Мало кто знает, что перед тем, как вступить в состав России, Осетия предпринимала попытки вступить в состав Франции. Кто-нибудь знает французский? Я! Мсье! Все! Я разговариваю по-русски, да. Здравствуйте! Все! В общем, мы хотим войти в состав Франции. Слушайте, идите в Нидерланды. Слушайте, идите в Нидерланды. Куда идите? Это страна такая, нормальная. Хорошо, до свидания. Пошли, расскажем Суворову, где все тропы в Альпах. Тихо, тихо, подождите! Мы требуем, чтобы Франция вошла в состав Осетии. Вы понимаете, что это невозможно? Франция здесь, Осетия здесь. Все очень просто. Франция здесь. Грузия вот здесь. Польша здесь. Россия здесь. А, я вспомнил, где Россия. Пошли! Чтоб вы лягушек жрали! Следующий номер. Номер счастья. Покажи его десяти своим лучшим друзьям. И твое желание обязательно сбудется, но не прерывайте эту цепь. Купленный судья. На старт. Чего? Давай. Можно? Внимание! Хорошо. Марш! Спасибо! Ты дурак! Так уж получилось, что два лучших футбольных клуба страны возглавляют два простых осетина. Итак, представьте себе матч ЦСКА «Спартак» Валерий Газаев и Станислав Черчесов у кромки поля. Как тебе в ЦСКА? Не сходи. Ну что, как тебе в ЦСКА? Что-то мой Мазератти забарахлил. А у тебя как дела? Тебя твои вообще слушают? Меня? Смотри, на колени! И побежали в атаку! Слушай, вот этот в золотых бутсах в короне на мотоцикле по полю ездит, это кто? Павлюченко, ему сейчас все можно. Скоро же матч заканчивается. А, нет, эта стрелка за бриллиант зацепилась, мне показалось. Он уже давно закончился, вон футболисты майками поменялись. А, ну давай тогда. Спасибо за игру! Спасибо за игру! Обычная русская семья, дочь пришла домой в 4 утра. Привет, па! Ты где была? В клубе. Неделю! Просто понимаешь, там так получилось. Так, иди спать утром поговори. Хорошо. Та же ситуация, но в осетинской семье. Дочь опоздала домой на одну минуту. Ты где была? Я говорю, ты где была? Кто тебя замуж возьмет? Иди домой, соседка! Я говорю, ты где была? Понимаете, она маршрутку опоздала. Что сложно 60 километров пешком пробежать? Иди спать, утром поговорим. Это еще повезло, ее отца не было. А где вы? Опаздывает, у них вся семья такая. Да, да. Ну а теперь давайте перенесемся во Владикавказ. Центр по подготовке к Москве. Ну что ж, ты наш лучший выпускник, но остался последний экзамен. Начнем. Готов к Москве? Да. Отвечай, как москвич. Естественно. Правильно. Скажи свой телефон. Давайте, я лучше визитку оставлю. Как зовут Собчак? Семья. А люди? Неправильно, но по смыслу подходит. Кого не любят москвичи? Коренных москвичей. Как найти в Москве своих? Купить квартиру, они сами тебя найдут. Ваши документы откуда приехали? Из Архангельска. Неправильно, из Ярославля. Где находится Красная площадь? Возле Кремля. Нет. Напротив ГУМа. Да. Какое расстояние от Войковской ДВДНХ? 250 рублей. Неправильно, 270. Что там ехать? 250, нормально. Правильно. Что самое трудное в Москве? Вернуться в Осетию. Молодец. С какой целью в Москве? Полуфинал. Что это? Полуфинал это как фейс-контроль в ночной клуб. Пришли втроем, а прошел один. Полуфинал это как пробка на Ленинградском шоссе. Две полосы стоят, а одна идет. Это как бой с Валуевым. Думаешь, что подготовился. Выходишь на ринг и... В общем, полуфинал это серьезно. Валика, газ, молот, в глазах у Никола. А это для финала очень, очень веский довод. Помимо полуфиналов, до конца года нас с вами ждет еще две игры. Ну, это, естественно, финал сезона и наш спецпроект, который мы решили на сей раз сыграть на выезде в городе Красноярске. Играть будут 8 известных команд, представляющих КВНовскую Европу и Азию. В общем, будем ждать новостей из города Красноярска. Второй полуфинал. Третье приветствие. Встречаем команду КВН. Обычные люди. Москва. А команда КВН, обычные люди, решила попасть в финал в прямом смысле этого слова. Давай, перейдем, перейдем. Нашли, 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 нашли. По финалу прямой наводкой. Так, стоп, стоп, подождите. Это вообще безопасно. Конечно, конструктор Лады Калина заверил нам, что... Так что, какой конструктор? Вы что, сдурели что, да? Слушай, если так дело пошло, давайте сначала холостыми попробуем. Чем? Ну он Стасом или Мишей. Поджигай! Подождите, подождите. Подождите, мне кто-то может объяснить, как там себя в полете-то вести, а? Ну, конечно, объяснит Дима, вот. Здравствуйте, как вас зовут? Отец Сергий, сын мой. Да вознесется туловище твое над храмом... Так, уберите его, все, вынимай с меня отсюда! Поджигай! Вынимайся! Куда ты пошел? Ну-ка! Слушай, что-то не выходит, видимо, порох отсырел. Конечно, отсырел, тебя бы сюда засунули. Заряжай! Так, остановите их кто-нибудь, пожалуйста. Леонид Ермолик, что вы сидите, что вы ждете, а? Вы хотите, чтобы на цыпленком до бока тушка кабана пронедела, что ли, да? Так что? Юлий Гусман, ну вы-то что сидите, вы что после игры скажете? Хорошие ребята, убили человека, да? И этому их никто не учил, да? Михаил Евремов, но вы же актер, вы же должны понимать, вы серьезный человек. Вас же посадят! Ребята, это же статья! Какая же статья? Это целый разворот в комсомолке будет потом. По финалу! Блин! Дима, ты уже в финале? В финале, в финале. Кто резал конфетти? Я? Ты ножницы в пушке забыл. Я как раз их искал, давай сюда. Чай быстро в поликлинику. А вы пока начинайте, идиоты. Кто? Обычные люди! Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья! И мы продолжаем нашу корпоративную вечеринку. Итак, уважаемые участники, очередной конкурс. Перед вами находятся четыре торта. Объясняю правила. Кто первый? Я не успел объяснить правила, но, пожалуй, стоит это сделать. Кто первый найдет в торте гвоздь? Мне кажется, у нас есть победитель. Это Вадик из Архангельска. Давайте поаплодируем. Пойдем, Вадик. В правительстве России появились женщины-министры. Итак, заглянем на заседание нового кабинета министров. Ну что ж, с этим вопросом все понятно. Давайте переходим к национальным проектам. Так, Греф Зурабов. Ну что за маскарад? Вы же взрослые люди. Сейчас министры придут. Что вы здесь делаете? Все вы знаете, что каждую неделю компания «Газпром» устраивает себе корпоративные вечеринки. Итак, очередной корпоратив «Газпрома». Ну что ж, это был «Стинг». И далее у нас конкурс, в котором будет разыгрываться «Мазератти». 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 Я в «Мазератти». «Мазератти». Случай в страховой компании. Здрасте. Здрасте. Я, так сказать, хотел бы застраховать, так сказать, свою жизнь. Почему? Понимаете, мне край. Хорошо, а от какого случая вы хотели бы застраховаться? Хотел бы застраховаться от случая к случаю. У меня обычно так. Хорошо, давайте паспорт. Вот, держите, конечно. Так, подождите, это ваша фотография? Я же говорю, мне край. Ладно. Ваш страховой случай стоит 10 тысяч рублей. Вау. По всем бронтам бьют. Смотри-ка, а. Так. Ну, хорошо. А сколько я получу в случае, так сказать, случая? Ваши родственники получат, ну, 100 тысяч долларов. Подождите, подождите. А какие родственники? А я? Ну, а вы ничего. А, хорошо. Я принял решение. Итак, страхуем тещу. Далее. Охранники супермаркета ночью. Защищайтесь! Да, 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 да. Так, стоп. Вам что, совсем заняться на работе нечем, что ли? Там гвардейцы кардиналов мясной отдел взяли. Пожалуйста! Братцы, скачите на подмогу. Женя, не! Отомсти! Случай в салоне красоты. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Спасибо, что пришли в наш салон. Это Данила, пожалуй, лучший парикмахер Москвы. Данила! Это Юрий Михайлович Лужков. Его надо подстричь. Юрий Михайлович? Да. Нет парада, нет стрижки, Юрий Михайлович! Ну что ж, дорогие друзья, а у нас сказка. Аленький цветочек. Слушай, ты не втыкай, что ли, а? Я тебе еще раз объясняю. Наш папенька уезжает за тридевять земель. Поэтому я заказываю себе шубу. Я набор косметики! А ты не какой-то там цветок, а нормальный двухкассетный мафан. Саньо! Цветочек, Аленькая. Значит так, запоминай. Двухкассетный мафан. Цветочек. Слушай, я в дарю, а? Саньо! Двухкассетный мафан. Все, батя идет, встали. Уезжаю я, дочери мои, в дальние края. Что привезти тебе, старшенькая? Мне, папенька, привези, пожалуйста, шубу. А тебе, средненькая? Мне набор косметики заграничной. Ну, а ты, младшенька, с утра в поликлинику с матерью ходила? Двухкассетный мафан. Чего? Саньо. Ладно, привезти тебе что? Цветочек, Аленькая. Обычные люди. Дорогие друзья. И в конце приветствия нам бы хотелось сказать, что для нас эта игра, так же, как для сборной России, матч со сборной Англии. Обязательно надо выигрывать. Иначе нам, так сказать, край. Итак, приветствия сыграны. И в игре наступает время первых оценок. Ну, а как известно, сие таинства происходят у нас по традиции в присутствии команд. Командам надо оказаться на сцене вновь. Прошу. Максимум за этот конкурс, за конкурс приветствия, 5 баллов. Давайте наблюдать за первыми оценками второго полуфинала. Прошу, уважаемые члены жюри, оцениваем приветствие. Команда «Квен Максимум» – Томск. Все судьи, 5 баллов, высшую оценку. Приветствие, пирамида «Владикавказ». 5-5-4, 5-5-4. И приветствие, обычные люди, Москва. 5-5-4, 5-5-5. Итак, средний балл. Прошу. Средние баллы за приветствие. Максимум 5 баллов ровно. Пирамида – 4,7 балла. Обычные люди – 4,8 балла. Ну вот вам и первые оценки за первый конкурс. И мы можем переходить ко второму конкурсу КВНовской классики. Разминка. Начнем с самой известной, самой классической схемы. Ну а там посмотрим. Вопрос, ответ. Все в ожидании. Слово смешных не произношу. Ответов с юмором. Итак, начнем. Прошу, москвичи. Ну что ж, вопрос такой. Если вы что-ли ночью, вас ограбили, но при этом вы пили Актимель, то Актимель вернет вам деньги. А в каких акциях участвовали вы? В каких акциях участвовали вы? Шел в 4 часа утра и забрал 5000 долларов у человека, который пил Актимель. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Спасибо, дальше. Дальше в смысле своя версия, да. Итак, в каких акциях участвовали мы? Секта, свидетели ипотеки седьмого дня. Кстати, мы завтра встречаемся с нашим духовным лидером. Так что, кто хочет передать ему чай, сигареты или что-нибудь на словах? Жду всех на Пушкинской в центре зала. Дальше, пожалуйста, Томичи, ваш вопрос. Нюансы профессий. Редкий фрезеровщик, уходя на пенсию, может полноценно пожать руку своим коллегам по работе. А у каких профессий еще есть нюансы? Повторяй, Миш. Нюансы профессий. Редкий фрезеровщик, уходя на пенсию, может полноценно пожать руку своим коллегам. А у каких профессий еще есть нюансы? Редкий сапер может прийти на встречу выпускников. Редкий фрезеровщик, уходя на пенсию, может полноценно пожать руку. Редкий фрезеровщик, уходя на пенсию, может полноценно пожать руку своим коллегам. А у каких профессий еще есть нюансы? Редкий таксист в Москве знает дорогу. Свой вариант, своя версия. А у каких профессий еще есть нюансы? Вот, например, у анестезиолога Иванова дети ложатся спать ровно в 9 вечера. Спасибо. Владикавказ, пирамида, ваш вопрос. Во Владикавказе школьница, активно пользующаяся смс-ками, задержала уличного грабителя одним большим пальцем. А что нового в Москве? Обескураживает часто логика, задающая вопрос. А что нового в Москве? В Москве пробка на Ленинградке мешает движению в Твери. Своё. В ходе последних назначений в кабинете министров в Москве появились два розовых пижо с мигалками. Ну, хорошо. Веселых историй несколько рассказано. Попробуем все-таки микрофоны в зрительный зал поставить. И самое активное участие в разминке сейчас примут желающие зрительного зала. Ну, ближе от меня. Пожалуйста, молодой человек. Здравствуйте. У меня простой вопрос. Почему я не матрос? У парня простой вопрос. Повторяйте, молодой человек. У меня простой вопрос. Почему я не матрос? У меня простой ответ, потому что ты студент. Ещё раз. У меня простой вопрос. Почему я не матрос? У матросов нет вопросов. в общем классика да хорошо пожалуйста у меня такой вопрос если у монеты чувство собственного достоинства повторяйте если у монеты чувство собственного достоинства нет она дура круглая пожалуйста если у монеты чувство собственного достоинства нет ей пользуются философски слишком подошел так еще раз если у монеты если у монеты чувство собственного достоинства да и у доллара она падает хорошо пожалуйста слева микрофон вот так необычно в этом году высшая лига в академическом полуфинала а почему на балконе не сидит сан саныч ну так сказать сын ведущего не все не все может быть смотрят игры премьер-лиги но дело в том что сан саныч он обычно стоит вот здесь а там сидит отец ведущего на балконе и поэтому вопрос точнее не отец а президент международного союза квн именно в этом качестве он там и сидит и тем не менее пожалуйста вопрос почему сейчас сан саныч не сидит на балконе потому что папа у него более щедры дал сыну билеты впервые так справа микрофон пожалуйста что максимум могут сделать обычные люди на пирамиде серьезно немножко повторяйте пожалуйста молодой человек что максимум могут сделать обычные люди на пирамиде максимум обычные люди на пирамиде подскользнутся пожалуйста девушка добрый вечер каждый начинающий квн-щик мечтает чтобы игра выше лиги совпала с его день рождением сегодня у меня день рождения уважаемые команды уважаемые команды как вы можете прямо сейчас меня поздравить прошу вопрос как вы готовы прямо сейчас меня поздравить есть четыре торта в приветствии будешь и еще раз пожалуйста все таки с днем рождения спасибо повторяй уважаемая команда квн-пирамиды как вы готовы поздравить меня с днем рождения по-братски ты готова я вынужден остановить потому что хронометраж у передачи есть спасибо спасибо болельщики спасибо команда разминка окончена пока наше уважаемое жюри анализирует импровизационные качества команд тут вопрос сложный я хочу напомнить всем квн-щикам что свой новый квновский год мы начинаем 13 января 2008 года в городе сочи на нашем традиционном фестивале кивин 2008 не могу даже предположить сколько команд приедут но готов обещать что примем всех подробности на нашем сайте амик точка ру ну а теперь максимум за разминку 6 баллов разминка обычные люди москва 5 4 5 6 6 4 разминка максимум томск 4 4 4 4 все судьи 4 балла и этот же конкурс пирамида владикавказ 5 5 5 5 5 4 спасибо средний балл и сумма за два конкурса пожалуйста средние баллы за разминку максимум 4 балла ровно пирамида 4 целых 8 десятых балла обычные люди 5 баллов ровно сумма за два конкурса максимум 9 баллов ровно пирамида 9 целых 5 десятых балла обычные люди 9 целых 8 десятых балла играем дальше все что можно сделать для следующего конкурса команды уже сделали и им осталось только понаблюдать вместе с нами за результатами своего труда видео конкурс конкурс музыкальных клипов условия просты напоминаю также как и в первом а полуфинале в основе конкурса некий отечественный хит видеоряд которому придумали сняли и смонтировали сами к венчики смотрим все три клипа обычные люди вам слово ну что ж представьте что все мы в один день проснулись бы в идеальном мире конечно это невозможно но на этой сцене даже невозможное возможно я знаю точно невозможное возможно сойти с ума влюбиться так неосторожно найти тебя не отпускать ни днем ни ночью все невозможное возможно знаю точно а где тебя искать прошу ты мне ответь какие города мне за тобой лететь мне за тобой лететь я готов на край земли я все должен объяснить пойми что без тебя я не умею жить я знаю точно невозможно и невозможно сойти с ума влюбиться так неосторожно найти тебя не отпускать ни днем ни ночью все невозможно и невозможно знаю точно все невозможно и невозможно знаю точно все готов делить с тобой я пополам и только мне верей Я сделал выбор сам Дай же мне последний шанс Я все должен объяснить Пойми, что без тебя Я не умею жить Я знаю точно Невозможно, невозможно Хочу тебя влюбиться Так неосторожно Хочу тебя не отпускать Ни днем, ни ночью Невозможно, невозможно Я знаю точно Я знаю точно Невозможно, невозможно Хочу тебя влюбиться Так неосторожно Хочу тебя не отпускать Ни днем, ни ночью Что невозможно, невозможно Знаю точно Спасибо Видеоконкурс Пирамида Владикавказ Мы решили никак не объявлять свой ролик Он и так смешной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...